Добрый вечер, друзья! Сегодня записываю вечером, потому что день был прекрасный, сметило солнце. Ну, такие перистые облака, конечно, были, ветер, как и положено в Ирландии. Но я загорал целый день, подстриг травку в огороде и, можно сказать, даже устал от загорания. Ну, очень приятный день. Короче, поэтому записываю вечером и очень интересный альбом. Я, кстати, вот за последних 2-3 дня слушал два альбома почти одинаковых. То есть, оба биг бенды, оба большие оркестры. И вот из этих двух я выбрал вот этот. Второй, я даже не знаю, я сомневаюсь, буду ли я на него делать обзор или нет пока. Он немножко такой, очень сложный, очень такой... Ну, надо мне еще раз его, короче, послушать. А вот этот я точно уверен, что он отличный альбом. И я с уверенностью рекомендую всем его слушать без, как говорится, без... Ну, от всей души, будем так говорить. Весь джаз современен, говорит Уайтон Маршалис. И мы обязаны за это 1950-м годам. Это десятилетие, в котором сформировался этот джаз. Когда стили модел, хард-боб, кул и другие соединились вместе, а такие артисты, как Майлз Дэвис, Дю Келлингтон и Орнет Коломан достигли вершин совершенства, точка, сегодня тромбонист Крис Крэшоу из нашего Jazz at Lincoln Center Orchestra черпает вдохновение из той эпохи для создания нового альбома The 50s A PRISM. То есть, 50-е в призме. Призма – это понятно, да? То есть, что такое призма. То есть, через... Значит, смотрим через призму, через объектив, можно так еще выразиться, на 50-е из наших дней. Теперь, когда ко мне пришла идея придумать суеты, относящиеся к 50-м, я сразу понял, что это охватит все стили джаза от бибопа до свободной музыки. Говорит Крэшоу. Крэн-шоу. Записанное в прямом эфире The House of Swings, GLCO, это Jazz at Lincoln Center Orchestra, в феврале 2017 года. The 50s делают именно это, преломляя всю энергию творчески перегруженной эпохи через объектив 21-го века. В результате мы получили переменчиво игривый и трогательный, мелодичный и сложный, но всегда свинговый джаз. В 50-е сияли радугой музыкальных оттенков, которые навсегда окрасили и укрепили значение жанра, как такового. То есть джаза. Вот. И на самом деле всего 6 композиций. Я не знаю, почему этот альбом лежал так долго на полке, почему они его выпустили только сегодня. Ну, наверняка вот много записей делается и потом откладывается, и как бы эти вот менеджеры, эти все люди, которые зарабатывают деньги на выпуске альбомов, просто наверняка не заплатили. Просто у них, может быть, в то время не было столько денег, чтобы его издать. А сейчас, когда вот, значит, пандемия, когда делать нечего, когда все сели и начали листать, что же было раньше, вот откопали этот альбом. И очень здорово, что его издали, очень здорово, что нашлись деньги, потому что это, чтобы издать альбом, нужны хорошие деньги. Это не просто так, это не хухры-мухры, не стиральный порошок, как говорится. Поэтому замечательный альбом. The 50s, A Prism, Feathering Christian Krenshaw, Jazz at Lincoln Center, Orchestra, Swinton Marsalis. И, да, шесть композиций, все абсолютно разные. И это действительно такой взгляд на 50-е годы, потому что здесь есть все. Здесь есть и Chacha Toda La Noce, вот это такая, значит, латинские вещи. Есть, значит, Justice Lining, это такие твистовые вещи, да. Flip Hits Lead, вот первая там, ну, такая бибоповская композиция. То есть, вернее, даже есть хард-боповые, да. Есть cool-джазовые, такие медлячки, будем так говорить, которые вот... Но дело в том, что это все новые композиции. То есть, это не кавера. Это вот именно Ник придумал сам композиции, которые чем-то похожи, похожи вот на те, на те композиции, которые игрались передовыми там музыкантами, там Орнетом Коломан, Доном Черри, там, или, значит, Джиллом Эвансом, или там, ну, в общем, всеми теми музыкантами, которые в 50-е годы были, как бы сказать, на острие, в пике своих, вот, значит, возможностей. И эти свежие вещи, они сегодня звучат, ну, мне очень понравилось, в том плане, что альбом разный, разный в том плане, что разные темы. Темы вот именно одним словом... Я, короче, его называю бибоп и свинг. Вот это такие основные темы, да. Но, разумеется, там есть все. Там есть и латинские взгляды, там есть и куловые, там есть и такие фри-джазовые, там есть модал-джаз, там есть... Ну, там всего по чуть-чуть, будем так говорить. Вот в этих шести композициях. Да, кстати, последняя аж на 10 минут длинная. И в общей сложности там альбом такой довольно длинненький получился, потому что все-таки вещи все такие солидные, будем так говорить. Вот. Ну, вот через призму. Вот эта вот радуга, вот эта вот типичная, вот я бы и дал бы вот эту радугу, призму, вот это именно вот, вот этому, ну, как это сказать, вот именно такому положению дел, когда джаз рассматривается в разных его аспектах. Вот в разных аспектах рассматривается джаз. То есть, вот под разными красками, разный, вот насколько он был разнообразный. Вот это вот, вот это он, это вот Линкольн-центру, это вот, да, кстати, я дам ссылку, будет две ссылки. Одна будет послушать, это будет на, значит, на Тидал, да, вот это вот, где есть, значит, все места. И вторая ссылка будет смотреть. Вот смотреть, я дам ссылку, прямую ссылку на сайт Винтона Марсалеса. У него очень хороший сайт, и очень красиво, очень подробно описан этот диск. Там буквально каждая композиция расписана. Ну, правда, это все по-английски, да, но она вся расписана. Расписана, о чем она, кто играет, кто, значит, исполняет соло. На каждой композиции, о чем она, что это за задумка такая и так далее. В общем-очень все красиво. И там тоже есть все ссылки, там можете перейти. И самое главное, я еще хочу вас попросить, обязательно посмотрите сначала видео. Вот я так делаю. Вот я сначала, тут большой оркестр, тут очень трудно угадать инструменты. То есть, если просто слушать наушниках, то вы половину, будем так сказать, половину информации пропускаете мимо. А когда вы смотрите видео, вы слышите, вы видите, как эти музыканты играют, как эти инструменты играют, как они там встают, как вот трубачи все четверо встали, и как они соло дают, как встает саксофонист, на каком он саксофоне играет, на альте или на теноре. Сразу вот по слуху, это трудно сразу понять, а тут сразу все это видно. Там флейта, там есть тромбон, да, вот этот, кстати, вот человек, кто этот вот, Крис, значит, Кристофер, Кристофер, Крис, Крэншоу, Крэншоу, я вот еще не успел запомнить его имени, Крис Крэншоу, он тромбонист, вот он тоже там встает, он играет, и это видно, как он делает это соло на тромбоне, как делает соло там, например, вот кларнет, вот кларнет, там есть такая одна композиция, где он берет, ну, очень высокие там нотки, которые просто сразу не понять, там этот кларнет, или что это за дудка такая, ну, там просто ультра, ультра высокие ноты он берет, а вот когда вы смотрите видео, вы все это видите, И это намного, как бы это сказать, объемней, это все намного лучше воспринимается. Вот я, например, все эти видео, которые там есть на этом сайте, если вы перейдете вот по этой ссылке, которую я вам дам, это в Телеграме. Ссылки все мои в Телеграме. Если кто-то меня слушает на других ресурсах, переходите в Телеграм, на мой канал, и там есть все эти ссылки. И вы перейдете по ссылке смотреть, и посмотрите, вот, значит, попадете на это Lincoln Center Orchestra с Винтон Марсалис, это его сайт, красивенький. И пролистаете эту страничку до самого низа, и там будут все видео. Ну, не все, может быть, не все шести композиции, но там большинство, там 4 или 5 композиций с этого альбома, точно там есть видео. И сначала посмотрите их, это чисто мой такой душевный вам совет. А потом уже слушайте этот альбом. Все, наверное, закончу на этом. С вами был Константин из Ирландии, где сегодня летняя погода. Всем добра!